Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале о самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. В колонию не хотел, но судья сказал надо. Как наказали водителя, который сбил ребёнка на зебре. Прошу прощения Светлану Владимировну за причинённый ей вред и боль. Своя игра. Инвесторы готовы вкладываться в экономику региона. Но что хотят взамен? Инвесторы же как и ничто же в определённом мере такие шантажисты. Не отстают от городских. Сельские школы тоже подстроились под новые санитарные требования, чтобы ученики не мучились на дистанционке. Потоки детей будут разводиться при посещении столовых, каких-то общественных мест. Отменены массовые мероприятия. Новая жертва ковида. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 196. Новых случаев заболевания 32 в 11 муниципальных образованиях. Это на одного больше, чем накануне. Всего больных теперь 6437. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир. На втором месте Гусь-Хрустальный 6 ковид-носителей. Третье место антирейтинга у Мурома 4 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 1096 случаев. Гусь-Хрустальный 927. Петушки 686. Муром 608. Ковров 564. Александров 476. Вязники 337. Собинка 314. Юрьев-Польский 300. Кольчугино 217. Меленки 197. Судок до 163. Киржач 143. Суздаль 121. Камешково 84. Красная Горбатка 69. Гороховец 68. Радужный 67 случаев. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 15. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 5552. В Гусь-Хрустальном сгорела отечественная легковушка. Пожаре в МЧС сообщили рано утром. На место незамедлительно выехали огнеборцы. Прибывшие пожарные обнаружили, что салон автомобиля выгорел полностью на площади 6 квадратных метров. По предварительной информации огонь начал распространяться с передней части автомобиля. Спасатели уже называют предварительную версию случившегося. По предварительной информации, загорание произошло из-за неисправности электропроводки. Загорание увидел один из жильцов рядом расположенного дома. Он и обратился в пожарную охрану. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекались одна единица техники и 5 человек личного состава. В уголовном деле о сбитом на пешеходном переходе ребенке поставлена точка. Во Владимире завершился судебный процесс над водителем, сбившим 9-летнего Диму Куропаткина. Обвиняемый признал вину полностью и настоял на рассмотрении дела в особом порядке. В последнем слове Юрий Еремичев, сам многодетный отец, просил суд не назначать ему наказание в виде лишения свободы, а также извинился перед мамой погибшего ребенка. Прошу прощения Светлану Владимировну за причиненный ей вред и боль. Я совершил очень тяжкое преступление, за которое должен понести серьезное наказание и не отказываясь от него. Но я прошу учесть все обстоятельства и двое малолетних детей, которым будет очень трудно жить без отца. И прошу смягчить приговор и дать условно. Напомним, трагедия произошла 28 мая на Нижней Дуброве. Мальчика сбила иномарка, когда он переходил проезжую часть по Зебре. Машина двигалась со скоростью 60 км в час. По мнению прокуратуры, у водителя была возможность остановиться, но он этого не сделал. В итоге мальчик попал в больницу и 2 июля скончался, не приходя в сознание. На предыдущем заседании прокурор запросил для обвиняемого лишения свободы в колонии-поселении сроком на 2 года и 8 месяцев. А мама погибшего мальчика подала гражданский иск на выплату компенсации морального вреда. Речь шла о сумме в 3 миллиона рублей. Поскольку вину подсудимый признал, дело рассмотрели быстро, буквально за два заседания. И вот уже звучит приговор. Еремича Юрия Александровича признать виновным в совершении преступления по рассмотренной части 3 ст. 264 Уголовного козроссийской операции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях-поселениях. Взыскать Еремича Юрия Александровича в пользу Лапшовой Светланы Владимировны компенсацию морального вреда в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Также суд лишил подсудимого права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. Но довольны ли стороны по делу вынесенным приговором? Сначала мы попытались пообщаться с матерью погибшего ребенка. Светлана Лапшова была немногословна. Я не буду пока комментировать. Обжаловать будете приговор? Не знаю пока. В итоге слово взял адвокат потерпевший. Решением в часть назначенного наказания мы удовлетворены. Значит о том будем ли мы обжаловать приговор или не будем. Сейчас об этом вопрос не стоит. Так как действительно после судебного заседания необходимо перевести дух, провести консультацию. Только после этого определиться с итоговым дальше путем. При этом сам Юрий Еремичев пояснил, что обжаловать приговор он не будет. Хоть и надеялся на наказание, не связанное с лишением свободы. Надежда у нас, как говорится, она есть всегда. Но я так думаю, общественность все равно хотела, чтобы я сидел. Ну значит будем сидеть. В любом случае у сторон по делу имеется еще 10 дней для обжалования приговора. В законную силу он еще не вступил. Алексей Домнин, Артем Михалюта, 6 канал. Инвестировать готовы, но на своих условиях. О перспективах развития промышленности Владимирской области на своей первой пресс-конференции рассказал новый директор департамента эконом-развития Александр Ярошевский. На этот пост его назначили в августе нынешнего года. По словам новоизбранного чиновника, в области находится около 4 тысяч предприятий. Но у каждой отрасли свои проблемы. Так нелегкие времена переживает легкая промышленность региона. У нас часто как происходит? Допустим, по социальному блоку выделяют деньги на школьную форму. В итоге эти деньги в натуральном выражении отдают родителям, у кого многодетные семьи. И соответственно они берут и за эти деньги покупают костюмы, которые произвели в Иваново. Или которые произвели, условно говоря, в Китае. У нас задача, если федеральные деньги зашли в регион, они должны в регионе оставаться. Что же касается двух проблемных предприятий областного центра, а именно автоприбора и Владимирского мотора тракторного завода, то эти производства ждет реновация. Напомним, 2018 год стал переломным для двух некогда градообразующих предприятий. Тогда под сокращение попали тысячи владимирцев. Сейчас же, по словам Ярошевского, на эти две площадки у обла администрации особые планы. Концепцию у нас, вот эту площадку Владимирского тракторного завода, к которой сейчас мы приезжали и на саму площадку с Александром Александровичем, то есть у нас идея провести редевелопмент, реновацию ее, то есть чтобы там осталась и производственная составляющая, но больше все-таки упор на более чистое производство, потому что все-таки это предприятие находится в городе, это экология. То есть смотрим в сторону радиоэлектронной промышленности, в сторону точного машиностроения, приборостроения, робототехники. На пресс-конференции речь зашла и о территории опережающего развития, находящейся в Камешковском районе. На одной из предприятий, которые там находятся, удалось привлечь инвесторов. 3 сентября Владимир Сипягин подписал соглашение о сотрудничестве с московской компанией. Она готова вложить 200 миллионов рублей в производство кабин локомотивов на базе научно-производственного общества. Но даже несмотря на то, что инвесторы заявляют о намерении прийти в область, они хотят играть по своим правилам. Инвесторы, конечно, тоже в определенном мере такие шантажисты. Они говорят, а вот нам в соседнем регионе предложили такие-то условия. Я говорю, покажите документы, по которым вам это предложили. А я точно знаю, что у них нет в этом регионе таких условий. Я говорю, возьмите госпрограмму, покажите мне строчку бюджетик. Но даже несмотря на выходки инвесторов, доля инвестиций в области за полгода выросла на 11,5%. А это, между прочим, ни много ни мало – 32 миллиарда рублей. В целом же, по словам Александра Ярошевского, пандемия радикально не сказалась на промышленности региона. Но все-таки без вмешательства областных чиновников не обошлось. В Белом доме заявили, что благодаря в том числе и их усилиям от закрытия удалось спасти несколько предприятий, обрабатывающих промышленности, которые составляют почти 40% экономики региона. Екатерина Филиппова, Александр Громов, Шестой канал. Более 400 преступлений и свыше 30 тысяч административных правонарушений в 2020 году раскрыли сотрудники региональных подразделений патрульно-постовой службы. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Сотрудники ППС отметили свой профессиональный праздник. Во Владимире особо отличившимся по службе вручили грамоты и благодарности. Вы своим ежедневным трудом и добросовестным внесением службы гражданам доказываете нужность и полезность органам внутренних дел в каждодневном режиме. Уважаемые коллеги, руководству МВД я от себя лично искренне поздравляю с праздником. ППС считается самой народной службой полиции. Ее учредили почти век назад, в 1923 году. С тех пор сотрудники охраняют спокойствие на улицах, в парках и скверах, в других общественных местах. Как правило, именно патрульно-постовые первыми оказываются там, где людям нужна помощь. В том числе и в экстремальных ситуациях. Так, в августе на пожаре в многоквартирном доме Киржаческого района из горящей квартиры сотрудники патрульно-постовой службы вместе с пожарными спасли хозяина квартиры. Пожилой мужчина не мог выбраться самостоятельно. Нельзя ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и готовить шашлыки. В Гоисхрустальном и Собинском районах вводят особый противопожарный режим. Там установилась сухая и теплая погода. А значит, в выходные, когда люди потянутся на природу, особенно высок риск возникновения пожаров. Об этом сообщают в региональном МЧС. На остальной территории Владимирской области ситуация поспокойнее. Леса посещать возможно, но необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Не бросать непотушенные окурки в лесах, не разводить костры. Хочется отметить, что при нарушении требований пожарной безопасности, как в населенных пунктах, так и по пожарной безопасности, имеется как уголовная, так и административная ответственность. При введении особого противопожарного режима, срафтные станции в рамках кодекса административного права нарушений у нас увеличиваются. Это значит, что нарушители, если это частные лица, ждут штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 15 до 30, а юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Всего с начала года на территории региона зарегистрировано 57 очагов природных пожаров. На общей площади более 52 гектаров. Большинство лесных пожаров случилось из-за неосторожного обращения человека с огнем. Готовы работать в новых условиях. 1 сентября учебный год начался не только в городских школах. Образовательные учреждения на селе тоже возобновили работу в привычном очном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. В школе поселка Красный Богатырь Судогодского района 164 ученика. При входе есть дезинфицирующие средства. Всем измеряют температуру, помещение обрабатывают. Кроме того, школьникам напоминают, какие санитарно-гигиенические требования нужно соблюдать, чтобы сохранить здоровье. Понятно, что особые условия, в которых мы сейчас работаем, привели к тому, что мы будем начинать учебный год строго с санитарными правилами от 30 июня 2020 года. А стало быть, предусмотрели и рассмотрели, как будут организованы, прежде всего, вопросы термометрии детей при вхождении в школе, обработки рук, обработки помещений, питания детей, режим отдыха детей на переменах, раздевания детей, входы в школу. Тем более, что во многих школах у нас дети на подвозе. Если у кого-то на входе в школу обнаружат симптомы ОРВИ, повышенную температуру, их изолируют до прибытия врача или родителей. Как и в городских школах, потоки учеников развели. Нам сообщили, что дети будут учиться каждый класс в своем закрепленном за ним классе. Потоки детей будут разводиться при посещении столовых, каких-то общественных мест. Отменены массовые мероприятия пока. Будет проводиться термометрия детям, сотрудникам, посетителям. Для обеззараживания воздуха есть бактерицидные лампы закрытого типа. Они безопасны для детей. Кроме того, в каждом кабинете есть расписание проветривания. Его проводят на переменах. Это обеззараживатель воздуха. Таких обеззараживателей у нас три. Он передвижной. Мы используем его уже не первый год. И он дает хороший результат. В период, особенно весеннего, осеннего времени, когда особенно дети подвергаются заболеваниям, мы, перемещая его из класса в класс, по 20-30 минут ставим в классах. И таким образом обеззараживаем воздух. Депутаты местного совета тоже не остались в стороне. Алексей Терлецкий представляет поселок Красный Богатырь в Судогодском районном совете. Он лично убедился в санитарной безопасности школы. Депутаты местных советов тоже взаимодействуют со школами в рамках подготовки к учебному году. И на фоне с коронавирусом. Я побывал в Краснобогатырской школе. Действительно посмотрел ситуацию, как подготовка проходит. Еще раз убедился в том, что сельские школы все-таки готовы к приему детей. Соблюдать все санитарные требования особенно важно, говорят в школах, чтобы со временем полностью можно было вернуться к привычной жизни. Почему наша область – ситцевый край? Во Владимире открылась выставка, которая рассказывает об истории и традициях изготовления народных костюмов из натуральной хлопковой ткани – ситца. Нанесение на ткань рисунков и узоров ситцепечатания. Было известно во Владимирской области еще в середине 18 века. Появились первые текстильные мануфактуры. Уже в конце 18-го, начале 19-го века в селе Иваново Владимирской губернии насчитывалось около 200 крупных мануфактур по производству ситцев. Сначала это была ручная, скажем так, набойка, ручной ситцепечатание. Потом была изобретена оперативно, то есть специальная машина для уже поточного производства ситцев. Со временем в Александрове открылась крупная фабрика купцов барановых по производству красноузорных ситцев. В конце 19-го века ситцевая продукция Владимирского края прославилась на всю Россию и получала награды на зарубежных конкурсах. В быту ситцевые ткани применяли практически повсюду – для шитья костюмов, сарафанов, рубах, лоскутных одеял. На выставке можно посмотреть пять костюмов, сшитых из старинного и современного ситца, и узнать, как обрабатывали эту ткань в советское время и в наши дни. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Ещё больше информации вы найдёте на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова